Это разминка перед уроком игры на Домбре. Такая обстановка должна помочь детям зарядиться энергией природы и уже после этого погрузиться в процесс занятий. Здесь, в Китайском национальном детском центре, обучаются различным видам искусств. Среди музыкальных – исполнительство на Домбре. Это первый в Пекине класс для подготовки юных домбристов. Его открыли два года назад. В нем 10 детей в возрасте от 4 до 12 лет. У молодой учительницы Лю Хуай за плечами более чем 10-летний опыт преподавания Домбры. Занятия продолжительностью один час проходят здесь раз в неделю. Кроме местных, в классе есть дети и из других провинций Китая. Мы из провинции Цинхай. Случайно посмотрели видео, где более 20 парнишек из Казахстана играют на Домбре. Мы были поражены их выступлением. Они круто выкрутят их, когда играют на Домбре. Была очень обрадована, когда узнала, что педагог Лю Хуай обучает игре на Домбре. Как народный казахский музыкальный инструмент, Домбра в Китае в основном популярна в Синьцзану и Гурском автономном районе. А вот в Пекине появление такого класса явление необычное. Это привлекло внимание и корреспондента из Казахстана. Лю Хуай начала осваивать этот инструмент в возрасте 13 лет, обучаясь у известного педагога из Синьцзана и Манали Толиубаевич. Девушка освоила не только технику и игру на Домбре, но и методику преподавания. Кроме Китайского национального детского центра, Лю Хуай работает в Пекинском оркестре народных инструментов. Этот оркестр состоит из любителей национальной музыки разного возраста и профессий. По выходным участники коллектива собираются, чтобы получить советы от профессионала. На репетициях Лю Хуай оценивает точность и выразительность исполнения. Особое внимание уделяет музыкантам, которые играют на этом традиционном китайском музыкальном инструменте. Пипа — разновидность люпи. Пипа — основная специальность Лю Хуай. Она начала играть на этом инструменте, когда едва исполнилось семь. Благодаря успехам в учебе Лю Хуай, как отличницы, предоставили возможность освоить и второй музыкальный инструмент — дамбру. На это ушло около 10 лет. Самое любимое произведение, которое чаще других встречается на моем пути — это Адай. Когда я была маленькой, меня сильно привлекла сила духа этой композиции. Оно требует от исполнителя и технического мастерства, и образности мышления. Я будто бы слышала стук подков. На дамбре играет без медиатора. Это и сближает музыкальный инструмент с исполнителем. Диапазон, в котором она звучит, мягкий и густой. У пипы очень широкий диапазон звучания. На пипе играют с помощью медиатора. Ее струны стальные, поэтому звук получается очень выразительный. Дамбра и пипа — одни из самых популярных инструментов, звучавших во время следования торговых караванов по Великому Шелковому пути. Пипа была завезена на территорию Синьцзяня в период южных и северных династий, а затем из Синьцзяня этот инструмент перекочевал и в другие районы Китая. Позже инструмент был усовершенствован китайскими мастерами. Дамбра также пришла в Китай по Великому Шелковому пути. Эти инструменты можно назвать родственными. В первое время в Китае у пипы еще сохранялись особенности, характерные для музыкальных инструментов кочевых народов. Большинство исполнителей выступали, сидя верхом на лошади, удерживая пипу в горизонтальном положении. После долгого периода интеграции чужого и своего, пипа стала одним из самых популярных народных музыкальных инструментов Китая. По словам Лю, одновременно изучать пипу и дамбру несложно. Стиль игры на дамбре помогает выразить то, как я чувствую музыку, и при игре на пипе. Да и некоторые приемы игры на пипе можно также успешно использовать, когда в моих руках дамбра. Рассказывая об игре на народных инструментах, нельзя не упомянуть китайский университет Миньцзу, который закончила Лю Хуай. Иногда она возвращается сюда, чтобы пообщаться с Муралом Бимуратом. Он поступил в университет позже, чем Лю Хуай. В отличие от нее, мурал изучал дамбру уже не как второй музыкальный инструмент, а как основной. Если нужно создать музыкальный ансамбль дамбристов, то лучшего руководителя и не найти. Мурал – этнический казах, родом из Синьцзана. Поступил в этот университет в 2009 году и стал первым студентом по специальности домбра. Сейчас он преподает дамбру на факультете музыкальных инструментов национальных меньшинств. Университет Миньцзу в 2009 году начал набирать студентов по специальности музыкальные инструменты национальных меньшинств Китая. Тогда взяли только одного студента по специальности дамбра, а в последние годы набирают уже трех. Мы в основном преподаем народную музыку Синьцзяно-Игурского автономного района. И с целью повышения технических навыков мы также обучаем произведениям, которые сочинили музыканты из Казахстана. После окончания университета Мурал Бимурат решил поступить в аспирантуру в Казахстан, чтобы совершенствовать технику игры на домбре. Ведь дамбра – символ музыкальной культуры этой страны. В Казахской национальной консерватории имени Курмангазы Мурал Бимурат нашел новых друзей и единомышленников. Ну, Мурал – он мой ровесник. Мы очень дружим и сейчас очень хорошо общаемся. Он был инициатором нескольких фестивалей, и он предлагал нас там, продвигал нас, поэтому мы очень благодарны ему. И как он приехал в консерваторию, я тоже помог. Ержан Жаминкеев – руководитель фольклорно-этнографического ансамбля «Хасак». Все участники коллектива играют сразу на нескольких национальных инструментах. Они не единожды прилетали в Китай, выступая в разных городах. Ансамбль – постоянный участник фестивалей в рамках «Пояса и пути». Два раза исполнители были в Пекине. Устраивали здесь мастер-класс, обмениваясь опытом с китайскими коллегами. Наш президент сейчас с председателем КНР договорились, если не ошибаюсь, на месяц безвизовый режим. У нас появляются возможности попасть туда, хоть месяц пройти стажировку или же им тоже прийти к нам. И мы очень жаждем новых встреч, новых знакомств с китайскими коллегами. Для музыкантов, как мы, очень нужны фестивали. Фестивали, концерты и мастер-классы, обмен опытами двух народов – это очень жизненно необходимо, потому что мы живем этим. Я надеюсь, что в будущем у меня будет возможность поехать в Казахстан. Это моя мечта. У Казахстана богатая история, у него свой особый стиль народной музыки. Поэтому в последние два года мы пытались наладить музыкальные обмены и сотрудничество с этой страной. Я считаю, что музыка выстраивает мост между двумя странами. И в обмене культурой, и во взаимном сотрудничестве. Мы можем экспериментировать, переплетать наши народные мотивы с мелодиями и ритмами разных стран, и вместе с помощью новых музыкальных композиций выражать себя и свою любовь к жизни.